Стипендия от бизнес-онлайн. Кто сможет принять участие? Размер стипендий у нас 10 тысяч в месяц, плюс 2 стипендии еще по 5 тысяч. Я думаю, что это вполне достойный уровень. Российские активы Рено переходят в государственную собственность. Растения из пробирки, как казанские ученые клонировали на речник теневой. Редактор субтитров А.В. Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский. Электронная газета «Бизнес-онлайн» объявила об учреждении ежегодной стипендиальной программы для студентов-журналистов Казанского федерального университета. Все подробности в сюжете Маргариты Михайловой. В новом учебном году студенты Казанского федерального университета смогут стать обладателями специальной стипендии от электронного издания «Бизнес-онлайн». Подобного рода программа в КФО – обычная практика. Однако до настоящего момента медианаправления они никак не касались. Стипендия будет на сетимой легендарной журналистке, выпускнице Казанского университета Елены Чернобровкиной. Помимо денежного вознаграждения лучшим студентам может быть предложена продолжительная стажировка и последующее трудоустройство в газете «Бизнес-онлайн». Размер стипендий у нас 10 тысяч в месяц плюс 2 стипендии еще будут по 5 тысяч. Я думаю, что это вполне достойный уровень. Специальная стипендия будет вручаться лучшему студенту, прошедшему трехэтапный отбор и выплачиваться в течение учебного года равными долями с сентября по май включительно. Предполагается, что стипендиальная программа приобретет статус ежегодный. Маргарита Михайлова, Универньюс. Туристический клуб Казанского федерального университета провел награждение победителей чемпионатов по спортивному туризму. Об этом не только в следующем сюжете. Туристический клуб Казанского федерального университета «Альтер-Эго» провел награждение победителей и призеров чемпионата Республики Татарстан по спортивному туризму в дисциплине «Маршрут». Также клуб получил награждение за участие в чемпионате Российского студенческого спортивного союза по спортивному туризму. То есть чемпионаты Республики Татарстан или чемпионаты России среди студентов, то есть их очень много разных, и оценивается по баллам, то есть по каждому критерию выставляется определенный балл. В эти критерии входит, например, безопасность прохождения, стратегия построения маршрута, то есть как грамотно построен маршрут, то есть как группа в принципе его проходит, насколько согласна графику, либо как-то отклоняясь, насколько напряженный маршрут в принципе, то есть под напряженностью понимается погодные условия, плотность локальных препятствий так называемых, то есть опять же броды, перевалы и так далее. Мистический клуб «Альтер-Эго» — это добровольная общественная организация, созданная по инициативе студентов Казанского федерального университета. Основной целью данного сообщества является развитие деятельности по направлению активных видов туризма в студенческой среде на городском, региональном и федеральном уровне. Тур-клуб организовывает маршруты разной силовой категории. Виды маршрутов делятся на пешеходные и на горные, также водные и лыжные. Начать свой туристический путь может каждый человек вне зависимости от физической подготовки наличия снаряжения. 12 июня, вот там три выходных дня, 11, 12, 13 июня, планируем провести ПВДшку. Что такое ПВД? Это поход выходного дня, то есть он никак не классифицируется, никак не категорируется, он не участвует в никаких соревнованиях, но это то, что позволяет вам влиться во всю эту движуху, понять, что да как устроено. Присоединиться к туристическому клубу может каждый студент и выпускник университета в течение всего года. Достаточно лишь заполнить анкету в группе в социальных сетях или прийти на еженедельную лекцию клуба. С подробной информацией можно ознакомиться в клубе ВКонтакте. Мы занимаемся маршрутами, это, по-простому говоря, походы. Но эти походы классифицированы определенным образом. И спортивные походы, они у нас делятся на шесть категорий сложностей. Там в зависимости от вида, там пешие, горные, водные и так далее. И в каждом из них у нас есть шесть категории. Это единички до шестерки. Единички самые легкие, шестерки самые сложные. Надежда Казаева, Александр Кузнецов, Универньюз. Российские активы Рено переходят в государственную собственность. Об этом официально заявили в Минпромторге России. Об этом не только в следующем сюжете. Группа Рено подписала соглашение о передаче акций Москве. Долю в Автовазе отдали подведомственному Минпромторгу Институту НАМИ, а завод Рено Россия властям Москвы. Сервисное обслуживание автомобилей Рено в России будет осуществлять Автоваз. Мне кажется, это позитивная новость в том плане, что будут сохранены рабочие места. Я так понимаю, что завод будет продолжать функционировать. Модели будут собираться на Автовазе. Теперь 100% акций закрытого акционерного общества Рено Россия будут принадлежать правительству Москвы. Почти 68% акций автоконцерна Автоваз переходят в собственность Института НАМИ. Оставшиеся акции сохранят Ростех. Самое главное, будут сохранены рабочие места. Это очень важно для экономики в нынешних условиях. Также Сергей Собянин анонсировал возобновление производства легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич» на заводе Рено. В планах локализовать производство в России максимального количества автокомпонентов. Надежда Казаева, Универньюс. Этим летом пройдет второй этап всероссийского конкурса «Идея, преобразовывающие города». Как это мероприятие влияет на развитие городов России и как определяют победителей, узнаем в нашем сюжете. 5 июня начнется очный этап пятого всероссийского конкурса «Идеи, преобразовывающие города». Мероприятие направлено на вовлечение молодых граждан в процесс развития городских общественных пространств и придомовых территорий. Участники могут предложить свои идеи по облагораживанию парков, улиц, пешеходных дорожек и игровых площадок. Шесть студентов Казанского федерального университета выиграли заочный этап конкурса «Идеи, преображающие города». Этот конкурс он проходит в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Конкурс проводится в рамках нескольких номинаций. Участников очного этапа ждет незабываемое путешествие в мир исторической архитектуры Москвы. Наши студенты подготовили два блока проектов. Один связан с благоустройством территории, потому что ранее наши студенты участвовали в архитектурной экспедиции, ездили на Северный Кавказ, разрабатывали там совместно с наставниками проекты благоустройства территории. И одна номинация посвящена этому. Вторая же номинация выполнена в рамках интерьерного проекта. И здесь они, конечно, различаются. Жюри будут определены победителями конкурса, которые будут награждены путевками в Федеральный образовательный центр МДЦ «Артек». Участники старшей возрастной категории будут рекомендованы к участию в архитектурных экспедициях. Она пройдет в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург и Казань. Мы в начале апреля участвовали в архитектурной экспедиции «Северный Кавказ». И там принимало участие около 16 регионов России. В нашей команде достался Комсомольский парк в городе Владикавказ. Мы осуществили зонирование парка, разработали сеть пешеходных прогулочных дорожек. Глеб Невмати, Маргарита Михайлова, Универ Ньюз. Ученые Казанского федерального университета смогли вырастить редкое растение. Почему эксперимент длился два года и с какими трудностями сталкивались специалисты, расскажет Амир Сабиров. Ученым Казанского федерального университета удалось вырастить редкое растение. Эксперимент с клонированием начался в 2020 году. Доцент КФУ Вадим Прохоров и его коллеги из Института фундаментальной медицины и биологии два года работали над сбором материала, подбирали питательные среды, создавали условия культивирования и выращивали семена. И вот только сейчас наричник теневой удалось клонировать. Проблема была в том, что для клонирования нужны живые части растений. решили собрать материал в природе, то уже была поздняя осень, и, видимо, те части, которые зеленые удалось собрать, они оказались непригодны. Были собраны семена, и схожесть очень плохая оказалась. То есть удалось несколько растений из этих семян всего вырастить. И уже потом из вот этих пророщенных семян, из этих растений, которые получились, был взят материал для клонирования. То есть вот такой, поэтому получился такой достаточно длинный период. Редчайший вид, наличник теневой растет по берегам ручьев, выхода родников и грунтовых вод. Единственная известная популяция прорастает на территории русско-немецкой Швейцарии. Но ученые опасаются, что капризное растение пострадает от благоустройства заповедника. Ведь при строительстве может измениться гидрологический режим. Существует опасность того, что эта популяция как-то пострадает или даже исчезнет. При благоустройстве этой территории особое внимание уделяется тому, чтобы не навредить. Есть целая группа активистов из местных жителей, которые тоже активно участвуют в сохранении этой популяции. Казанские активисты планируют высадить редкое растение в трех участках, чтобы посмотреть, приживется ли оно. На реке Казанке, в питомнике вдоль дренажного канала и также на территории русско-немецкой Швейцарии. Амир Сабиров, Маргарита Михайлова, Универньюз. На этом все. В студии была Екатерина Губенко. Сюжет из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!